Мы не будем прыгать вот как пенсионеры, которые на площади. Евгений Александрович, даем им 10 дней, 2 недели, чтобы они разобрались, что за мафиозники дали в аренду, почему сегодня дети не имеют возможности тренироваться, почему дети живут в таком сарае. И я предупреждаю всех депутатов, господа парламентарии, мы соберемся все с ушами поломанными, и придем в парламент, и полиция будет помогать, потому что в полиции, там все борцы наши, все, кто тренировался, они все полиции. И мы вам устроим и розовую революцию, и красную революцию, зайдем в парламент, поломаем всем уши, и все, и будет порядок. Евгений Александрович, вот так он учил, мой тренер, вот так учил на ковер выходить. По-другому, здесь, да, он честно нас учил в борьбе добиваться всего. Если нагло пришли сюда, вот кто это разобрал, я предлагаю обратно, тихонько ночью, приехать и все поставить на место. Вы посмотрите на этих толпу, ребят, это еще не все здесь. Здесь есть один вход и один выход. Мы их сюда запустим, и закроем ворота, и пустим ребят, чтобы на них тренировались. Вот что мы сделали. Вот это, правильно, ребят? И будем на них тренироваться. Поэтому, чтобы они знали, тут система не пить. Сюда зайдешь сам своими ногами, а обратно тебя вынесут. Это не шутки, это не угрозы. Мы по-другому и бывшие спортсмены, и нынешние спортсмены. Чтобы защитить эту единственную школу, здесь другого выхода нет. Спасибо. Спасибо.